Высказывайте свое мнение. Итак, еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире «Неполиткорректное ток-шоу». Я его ведущий Анатолий Червец. Как всегда, участники все вы, которые наберете номер телефона в студии 847-400-5200. Видеть и слышать вы нас можете на нашей страничке в интернете. RadioNVC.com и на нашем YouTube-канале RadioNVC. Ну что же, давайте начнем. Тема у нас сегодня, опять же, очень много разных. Я не знаю, что вас больше будет интересовать. Вот у нас уже есть первый звонок, может, нам кто-нибудь и расскажет. Добрый день, вы в эфире. Я утром успел послушать Токера на Fox News. Его на YouTube уже заблокировали. Если вы ее послушали, это было что-то. Такер Харлсон? Нет, Тукер, Тукер. На Fox News. Тукер, я не знаю, его... Ну я понял, это Такер. Такер, да. А Такер, да. А Такер, I'm sorry. Да, 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 ничего страшного. Конечно, я его слышал. Да, конечно, я его слышал. И, ну, что можно сказать? Такер, он, конечно, умничка, он молодец. И он, и Шан Хеннити, они, в принципе, делают свою работу и делают ее отлично. Так что, да, спасибо большое, слышал. Ну, что ж, давайте мы, наверное, начнем с того, что одно из самых главных событий сегодня – это решение Верховного Суда. Вернее, прошу прощения, апелляционного суда, решение апелляционного суда, где суд постановил избавиться от дела Флына. Это действительно очень важное решение, но единственная проблема с этим в том, что неизвестно, как себя поведет судья Эммет Салвин. С одной стороны, конечно, он, это было бы, наверное, политическим самоубийством, если бы он не последовал решению апелляционного суда. С другой стороны, учитывая то, что он судья чисто левого толка, и, конечно же, на него оказывают давление демократы, а демократы, как известно, кроме того, что они создают давление, они также своих не бросают. Поэтому будет интересно посмотреть на то, чем закончится все-таки эпопея с этим делом генерала Флына. Я надеюсь, что она именно закончится так, как посоветовал апелляционный суд, и, в конце концов, это дело будет прекращено. Следующая интересная ситуация, это то, что в штате Вискансен, в городе Мэдисон, это, вы все знаете, это столица штата Вискансен, произошло такое случайное нападение на одного из законодателей штата, который, в принципе, вообще-то он, конечно, демократ, и, не разобравшись, толпа разъяренных протестантов, короче говоря, народным языком дала оторваться этому демократу-законодателю. Опять же, я смеюсь не потому, что человек пострадал, ни в коем случае, я по-любому считаю, что это варварство и абсолютный идиотизм. Я смеюсь потому, что по этому поводу сегодня утром сказал один из политических обозревателей. Те из вас, которые знают историю американскую доктору Джеккл, прошу прощения, про Фрэнкинстейна. Ну вот, в принципе, демократы, вырастив своего Фрэнкинстейна в роли, вернее, в лице организации Black Lives Matter, ну вот теперь этот имя же созданный персонаж их же и поедает. Вот это действительно смешно. А то, что страдают люди, это, конечно же, не смешно. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу немножко откорректировать ваше сообщение. По-моему, это было на прошлой неделе в пятницу по поводу Атлантии. И вы очень так положительно отзывались о мнении о том, что полиции нужно дать конец. Дело в том, что... Еще раз, еще раз. Одну секундочку, простите. Что я сказал в прошлую пятницу? Вы очень положительно отзывались по мнению о том, что полиции надо дать, ну как бы, стоп в ее действиях. Дать стоп? Мы анализируем действия полиции в Атланте. Вы говорили, что полицейский, который приехал, определяет, пьяный он или нет, стоял перед ним 40 минут. Это видео, которое сейчас есть, длится очень подробно в течение часа 40 минут. И на этом видео очень хорошо видно, что с этим пьяным он был не вдрыж пьяный, он был выпивший. И когда первый полицейский попросил его отъехать, он, не сопротивляясь, отъехал на Паткинг и продолжал мирную беседу. Окей, молодой человек, у меня, честно, просто нет времени выслушивать всю тираду. Скажите мне, в чем претензия? На полуковой минуте этот черный, когда определили, что он пьяный, и начали одевать на него наручники, он ударил полицейского, который надевал наручники, под нему подскочил второй полицейский на помощь, он у них вывернулся, выхватил этот пизер, начал бежать. И во время бега он стрелял в полицейских из них. Послушайте, еще раз, вы можете сформулировать свою позицию, о чем вы говорите? Я знаю, что произошло, о чем вы говорите? О том, что сейчас, там есть преступление, представили главу главного по внутреннему расследованию, который рассказывает, что эти полицейские нарушили 11 правил, на видео видно, что они ничего не нарушили. А шериф Атланты выступил и говорит, что ни одного нарушения со стороны полицейских не было. Ответ на это, Атланта сейчас без полиции, полиция отказалась от этого, от работы. Атланта на все звонки 9-11, они не отвечают и не уезжают. Окей, теперь давайте, теперь давайте разберемся быстренько по фактам. По фактам, то, что произошло, мое отношение к полиции только одно, они не должны были стрелять ему в спину, по-любому, все. Значит, полицию можно стрелять, да? Еще раз, полиция не... Когда он подстреляет, все убегают, в него уже нельзя стрелять. Окей, молодой человек, вы перед тем, как выступать эмоционально, вы хотя бы потрудитесь почитать законы. Ну, просто хотя бы потрудитесь. Не просто языком свою правду отбивать. Потрудитесь прочитать законы, вы будете понимать, что то, что произошло, оно действительно не так все просто. Но, если его разложить на элементы, да, конечно же, он не имел права сопротивляться аресту без вопросов, то есть бесспорно. Еще раз, если бы полицейские в него выстрелили в тот момент, когда он с ними дрался, или когда он завязал с ними вот эту потасовку, вопросов бы не было. Там была угроза жизни полицейских. Но человек, который уже убегает, они его уже упустили. Он, убегая, стрелял в них. Из чего? Из чего? Из чего? Из чего он стрелял в них? Вот из этого тейзера, который он выхватил полицейских. Да, а вы мне скажите, вы вообще знаете, что такое тейзер-ган? Я не знаю, что это. Ох, вот, все. Вот на этом все. Спасибо большое. Значит, я честно говорю, я всегда благодарен людям, которые звонят, которые высказывают свое мнение. Но это мнение должно быть построено на чем-то. Я не знаю это, я не знаю законы, я не знаю, из чего он стрелял. И тогда о чем мы спорим, если вы не знаете, о чем вы говорите. Это называется, слышал звон, не знаю, откуда он. Вы сначала разберитесь в том, что происходит. Был нарушен закон, не был. А потом можно высказывать свое мнение, базируясь на каких-то фактах. А не просто так эмоционально выражать свое фе. Я такие вещи не принимаю. Итак, следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, слушаю вас, ребята, спасибо большое. Дело в том, что, действительно, может, по рецепте не прав, но дело в том, что такие беспределы происходят, что если, в принципе, ордер не восстановить, то будет еще и хуже. Конечно. Новости просхакивали, что, допустим, полпа сопротивлялась аресту вооруженного человека и так далее. То есть, эти вещи, которые раньше вообще не было никогда, вообще, и вещи появляются такие, что, особенно черные, которые совершенно бесстрашные сейчас стали. То есть, вообще, я считаю, что это неправильно, первое. Второе, вообще, на самом деле, это все происходит при поддержке, обезглавившей, обезмозглой белой толпы, которая вообще недопустима. Вот чем вся проблема. Вот это действительно проблема. Черное население Америки 12%. Испаноязычных, ну пусть даже если их подключить, еще 12%. То есть, три четверти страны просто обезмозгленно, ну, за исключением некоторых людей. Ну да. Которые просто поддерживают эту толпу. То есть, я не понимаю, просто белые люди сами себе роют могилу. А знаете почему? Потому что белые люди, сегодня было, кстати, я обожаю вот слушать умных людей. Сегодня есть такой Крис Плэнд, он ведущий на радио. И он сказал такую цитату. Причем, эту цитату когда-то сказал очень известный политик. Что, я скажу ее по-английски, а потом разберемся по-русски. Self-righteousness is not only simple, it's cheap. То есть, очень легко и дешево быть таким правозащитником, бегущим впереди паровоза. Скажем так. Почему? Вот те белые, которые посыпают голову пеплом и которые кричат, что они такие, они настолько солидарны с угнетенными чернокожими. И они прямо такие вот, вплоть до того, что у нас тут в одной группе в Facebook, я не знаю, откуда вы звоните, вы или иной живете вообще? Да, конечно. Окей. А, окей. У нас есть такой пригород Баффало-Гров. Так вот, в группе по-английски все в Баффало-Гров, одна уже дошла до того, что она написала, что очень жалко, что в Баффало-Гров живет так мало черных. Она бы была намного более довольна и более счастлива, если бы в Баффало-Гров было как можно больше разнообразия рас и как можно больше черных. Вплоть до того, те, которые знают район Баффало-Гров, уже дошло до того, что есть такая ферма. Она очень популярна в наших пригородах. В Баффало-Гров она находится. Называется «Дидер Фарм». Да, да, да. Смотрите любят тебя. Да, так вот, уже было предложение откупить, собрать деньги частным порядком, откупить кусок земли вот этой «Дидер Фарм» для того, чтобы там построить субсидированные дома, куда можно было бы привезти черных. Слушайте, зачем далеко ходить? Те, кто недоволен, могут переехать на Сауссайд и наслаждаться. И это намного проще, правда? Если они выживут там, если они выживут хотя бы месяц, то пусть переедут и живут. Там и дешевле, и красивее. Да, да, да. Ну, вы знаете... В чем-то есть Баффало-Гров, там, где Стивентон-Хайскул, и звать, что-то обидим на свою голову вообще. А мы уже один раз вызвали. Уже один раз у нас в Чикаго была замечательная школа. Замечательная, которая когда-то... То есть, она называлась Сен-Хайскул. Эта школа была просто, ну, действительно замечательной до тех пор, пока мэр Чикаго Джейн Берн в 80-м году, по-моему, в 80-м году или 81-м. Нет, в 80-м. Она подписала указ о том, что нет, не годится, чтобы черные не могли выехать за пределы, допустим, южной стороны. Давайте их автобусами будем возить в наши белые школы, типа Мэтр-Хайскул, Сен-Хайскул и так далее. Ну, и доподписывалось до того, что в Сен-Хайскул на лестничной клетке черные, которых завезли с Сауссайда, изнасиловали девочку и выбросили ее из окна второго этажа, из туалета. И после этого на окнах быстренько появились решетки. Вместо того, чтобы быстренько избавиться от вот этих негодяев, на окна повесили решетки. И школа, вот эта замечательная школа начала выглядеть четко, как тюрьма для малолеток. Понимаете? Я еще хочу добавить такой вот нюанс. Вот посмотрите просто, опять-таки статистически, 12%, правильно? То есть, ну, чуть-чуть больше, чем десятая часть. Да. Смотрите теперь на те людей, которые действительно есть, черные, которые образованные, которые грамотные. Да они в жизни никогда, во-первых, в эту толку не спишутся. Никогда, несмотря на то, что они... Конечно. Во-вторых, посмотрите, они живут в цивилизованных сапорбах. Они ходят, дети ходят в цивилизованные школы. Дети разговаривают, учатся на определенно высоком уровне. Они достигают каких-то тоже результатов. Никаких с ними нет уже. Я говорю своим детям, которые учатся в сапорбах. То есть, те черные, которые там учатся, они довольно-таки нормальные. Абсолютно. Абсолютно. Нет никакой дискриминации. Какая дискриминация? Посмотрите на этих тоже оголдевших компаний, которые начали игнорировать фейсбук, начали убирать это за то, что они там дискриминации. Это идиотизм вообще полнейший. Просто, просто полнейший. Согласен. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуй, Анатолий. Это Евгений. Привет, Жень. Значит, меня поразило сегодня такое сообщение на Fox News, что лидер вот этой компании... Да, Black Lives Matter. ...свою жизнь, да, очень. Они сказали, если вы нам не дадите то, что мы хотим, мы подожгем вашу систему. Да. Так? Я вот считаю, что мало примеров все комментаторы приводят. Первый пример надо им обезьянить. Они говорят, в России, надо рассказать, в России студентов наняли за деньги, которые потом как жвачку пожевали, выкинули. Да. Дальше. Этих сейчас белых студентов тоже избавятся, потому что деньги кончаются на их содержание. Конечно. Только за деньги сейчас выводят. Они скучно им было, сидели два месяца. Следующее. Никто не говорит о том, что произошло в Израиле. Дали этому Арафату оружие и головная боль на год. Никто не вспоминает, что было в Южной Африке. Взял этот Кларк, подонок, иначе я его не называю, опустил руки и пропало государство, которое в десятку входило промышленность. Конечно. Ну, к чему это привели, ребята? Вот примеры. Они сегодня хотят... Они только не говорят, где мы деньги заработали. Они говорят, дайте нам деньги или платите нам вэлфер, такой, какой заслуживает нормальный человек. И все, и мы не будем работать тогда. И трогать вас не будем, да. Вот это вот никто не говорит, ребята, надо заработать. Спасибо, Женечка. Толя, Толечка, ну не волнуйтесь, все будет понятно. Я всегда говорю, эта пена уйдет. Сто процентов. Когда наши мамы варили когда-то холодное и шум снимается. Вот, вот, вот. Спасибо, дорогой. Спасибо, давай, счастливенько. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Да, Добар. Вы знаете, мне кажется, они не бесстрашные, а наглые от безнаказанности. Да. Это первое. А второе, пожалуйста, объясните, что такое Тайзаган. Вы спросили, но это многие люди не знают. Не только тот, который позвонил. Ну да, 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 да. Скорее всего, что да. Так придется объяснить. А насчет наглости, вы знаете, я вот немножко подготовил материалы по поводу того, что происходит сегодня. Я его обязательно после рекламы расскажу. Я думаю, что будет всем интересно. Потому что у нас вообще, вы понимаете, проблема в том, что люди... Я уже говорю даже... Я не говорю даже про американцев. Американцы это вообще народ, который... Ну, их действительно, их... Вы знаете, мой муж говорит, земля непуганных идиотов. Да, да, где-то вот так вот. Когда-то, помните, Задорнов, которого я вообще-то не очень уважал. Именно за то, что... Теперь не уважаем. Раньше, когда он боролся с советской властью, до ее разрушения, мы его уважаем. Ну да, я его не знал до советской, в смысле, до того, как он боролся. Я его узнал тогда, когда он приехал в Америку, пожил здесь, а потом поехал в Рашку для того, чтобы поливать грязи Америку. Но одну интересную вещь, он правильно сказал, что Америка – это поле чудес в стране дураков. И это действительно... Вот я с ним в этом отношении согласен. Но наши ребята, вот наши радиослушатели, русскоговорящие, я же знаю, что они более любознательные, они более интересующиеся. Но почему-то вот они приехали в эту страну, живут в городах, неважно, Нью-Йорк, Чикаго, где бы они ни жили. Но они абсолютно не интересуются, не знают историю своих городов. Они не знают, что происходило в этих городах. Вот я сегодня, на всякий случай, подготовил очень интересную, я думаю, тему. Мы ее обязательно обслужим, обсудим. А вот у меня объяснение по поводу Тейзерган. Дорогие мои друзья, Тейзерган – это такая электронная штучка с двумя проводами. Это шокер? Это нет, это не шокер. Тейзерган – это пистолет, который выплевывает два провода плюс и минус. Ну, скажем так, с набалдашниками на концах этих проводков, которые, приклеившись, как говорится, к человеку, дают разряд. Ну, это шокер, который работает на расстоянии? Это еще хуже, чем шокер? Ну, скажем, да. Это шокер, шокер, он больше работает сблизи. То есть ты прикладываешь шокер, это две пробы, и между ними проходит дуга электрическая. Ты, когда нажимаешь, даешь разряд, но это работает только на близком расстоянии. А вот Тейзерган, да, в принципе, тот же шокер, но это такой пистолет, который выплевывает два провода с набалдашниками. Эти набалдашники прикрепляются то ли к одежде, то ли к чему угодно, и дают разряд. То есть вот это Тейзерган. Результат этого? Результат этого человек на время теряет дееспособность, но он, если только не сдает сердце, потому что у людей, у которых слабая проблема с сердцем, она действительно может привести к тому, что это к остановке сердца. И вы считаете, что полицейский, в общем, у меня такой вопрос, роль полицейского, он должен жесть защищать себя или граждан вокруг него? Нет, роль полицейского в первую очередь, это защищать закон. Это в первую очередь. Но для чего нужен полицейский, что значит закон? Еще раз. Закон это очень такой эмпирическое. А для чего нужны полицейские вообще? Полицейский, еще раз, полицейский существует для того, чтобы, есть такое понятие law enforcement. Слышали когда-нибудь? Угу. Окей. Law enforcement. Это полицейский. Это полицейский. Это поддержка или это защита применения законов. Все. Это первое. Полиция, это уже просто такое название, police officer, а вообще он, он, его звание, это law enforcement agent. Угу. Это может быть FBI, это может быть police, это может быть county sheriff, они все занимаются одним и тем же. Они применяют, то есть они удостоверяются в том, что законы соблюдаются. Но для этого им нужно самим соблюдать законы. А проблема вся в том, почему мы имеем вот эти вот ситуации. Полиция не то, что не соблюдает законы, а наплевательски относится к этим законам, прячась за вот эту бляшку, которую им вручили во время того, когда они принимали присягу после окончания академии. Вот они за этой бляхой, они считают, что для них это как, ну, такой карт-бланш, то есть им позволено делать все. Это не так. Они в первую очередь должны соблюдать закон, и они должны его защищать. А если он сам нарушает закон, то что мы можем от него, то есть что мы можем ожидать от людей? Скажите, а как он будет защищать закон, если этот варвар его обездвижет? Еще раз, есть понятие, это закон. В спину стрелять нельзя. Но если он поворачивается в этот момент к вам лицом, и когда он стреляет в вас, вы можете в него стрелять? Варвара, вы можете со мной 250 раз стоять. Но я спрашиваю, можете или нет? Вы не можете стрелять. И он повернулся и стреляет в вас. Он же не может, не глядя в вас стрелять, просто повернув руку в вашу сторону, а лицо направлено вперед. Еще раз, он может делать все, что он хочет, за это он сядет, и за это он понесет наказание. Если его поймают. Если его поймают, значит, тогда нужно, опять же, я говорю о том, что полицейский, полицейский просто совершил ошибку. В чем? В том, что он его упустил. Вот из этого, это исходная позиция. Вот это. То есть, наручники, должно быть правило, наручники надевают два человека. Я не знаю, послушайте меня, я не придумываю правил. Но я думаю, что это правило должно быть у них. Я не знаю, какое правило должно быть. Для этого есть полиция, для этого есть академия, для этого их учат, для этого их тренируют. Но, если он не выполнил свою работу, значит, это в первую очередь его проблема. А исправлять свою ошибку еще более дурной ошибкой, это вообще непонятно для чего. Понимаете, одно дело, когда ты, выходя из машины, из полицейской, выехав на какое-то задание, выходишь из машины или сидя в машине, и в тебя начинают стрелять, и ты отвечаешь, это одно. Но если от тебя человек, то есть, во-первых, ты его не смог арестовать, ты совершил ошибку, какую бы это ни было, то ли он слишком вольготно его попытался скрутить, то ли он что-то не так, неважно, что-то пошло не так, если этот человек сумел вырваться от полиции. Раз он вырвался от полиции, значит, существует следующая ступень. Значит, ты за ним бежишь, если ты не хочешь, чтобы тебя стреляли из Тейзерган, ты вызываешь подмогу, и его, в конце концов, останавливают. Но стрелять, нарушать закон, стреляя ему в спину, ты не можешь. Все, для этого есть закон. И любой суд его признает виновным. Полицейского? Конечно. Там могут быть смягчающие обстоятельства. Да, он там... В критике, ская обстановка. Было, неважно, адреналин, что бы оно ни было. Но любой суд его признает виновным, потому что он нарушил закон. Точно так же, как любого из нас. Если я выстрелю в спину человеку, который зашел ко мне домой, увидев меня, развернулся и начинает от меня бежать, если я ему выстрелю в спину, меня так же суд осудит. Вот и все. Точка. А если в, так сказать, переднюю часть, в фронтальную часть, то тогда не осудят. Если человек вам создает угрозу жизни, а это он может сделать только при приближении к вам. Ни в коем случае не от удаления от вас. Вот и все. Итак, дорогие друзья, давайте мы сегодня прервемся. В смысле, сейчас сделаем небольшой перерыв. Потом я все-таки постараюсь вам рассказать интересную ситуацию. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. Все линии горят, так что будем принимать сегодня звонки. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. Я хочу обратить внимание на один положительный момент во всех этих безобразиях, которые случились в последнее время. Сегодня Чехтага Требюн написала, что очень резко возошло продажа оружия. И корреспонденты исследовали. Большинство тех, кто покупает это оружие, тройкие демократы, которые были всегда против второй поправки. Но они видят, что получается и как бы немножко меняют свое мнение. И второе, может быть, немножко комичное мое такое мнение. Не подумайте, что это оскорбительно для кого-либо. Но, как вот тоже было замечено, во многих этих протестах порядка 60% составляли в середине черных это белые женщины и девушки. Да. Может, это просто чисто физиологический вопрос, потому что почему-то считается, что черные мужчины, скажем так, более сексуально активные. И женщины привлекают вот это вот. Может быть. Вы знаете, это интересный вопрос для социолога. Это действительно правда. Да? Да. Спасибо большое. Кстати, насчет... Сейчас, одну секундочку. Насчет покупки оружия, просто я забыл сказать. Да, действительно, вышел отчет. За последние две недели в нашем штате Иллиной продажа, вернее, аппликейшн на карточку для покупки оружия увеличилась на 40 тысяч. Представляете, сколько народу бросилось покупать, вернее, получать разрешение на покупку оружия. А сама по себе система продажи оружия выросла на 250 процентов. То есть, да, 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 народ готовится. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Да, Ирп. Рад слышать. Толя, можешь пояснить, скажи, пожалуйста, закон о полиции, это федеральный закон или в каждом штате свой? Значит, как это работает? Они, закон о полиции, то есть, будет приниматься на уровне Сената, то есть, на федеральном уровне, но потом он перейдет как руководство или как базовый закон для штатов. А уже штаты могут, базируясь на законе, который придумали там наверху, они смогут его изменять, но ни в коем случае не в сторону послабления. Они могут его более ужесточать, но не могут его делать слабее, чем то, что было придумано нашими Сенатом и, в общем, Конгрессом, скажем так. Так что, да. Там присягу принимают они вот как по федеральному, да? Нет, присягу они принимают в муниципалитете, то есть, там целая система, то есть, вы идете, есть два варианта попасть в полицию. Первый вариант, вы просто подаете заявку в полы с акедами, не имея, допустим, места еще работы, вы подаете заявку в полы с акедами. И потом, по окончании, вас там направляют туда, куда вы нужнее. Есть другой вариант, вы можете, например, допустим, город Чикаго объявляет о наборе полиции, и тогда вы можете, придя в Чикаго, подписать с ними договор, и уже, как говорится, зная свое место работы, вас направляют в академию, где вы проходите курс, и после этого вы возвращаетесь уже служить в тот пункт, где вы, будем говорить так, призывались, или нанимались на работу. Вот так это работает. Толя, вопрос вот в чем. Вроде бы они должны выполнять закон, подчиняться закону, естественно. Да. То ли федеральному, то ли штатному. На каком основании они подчиняются не закону, а мэру? Объясню. Любому какому-то психопату, ненормальному. Да, потому что, к сожалению, у нас, к сожалению, в Америке хозяином полиции является муниципалитет. Они платят налоги, то есть мы ведь, живя, допустим, в каком-то городе, в Чикаго, в Бостоне, где бы вы ни жили, часть вашего налога идет на полицию. И задача муниципалитета обеспечить вас защитой полицейской силы, скажем так. Поэтому интересно получается, как бы мэр города или городка становится боссом полиции. Так же, как, допустим, наш президент является главнокомандующим американской армии. Да, он же, в принципе, вроде бы, как бы. Но зачастую он становится не боссом, а он становится мафиози. Да. Вроде бы это его личная гвардия. Да. Что он хочет, то и делаем. Да, согласен. Я вам больше скажу. Ужасно. Да, это ужасно. Но, тем не менее, видишь, там вот такая система, ну что делать. И никто, ты понимаешь, она настолько всех устраивает, что вот это все, что сегодня происходит, вся эта галиматья с тем, что, ой, мы должны реформировать нашу полицию, но это никого не интересует. Это чистые предвыборные лозунги. Это идет из выбора в выборы. Каждые два года мы слышим одну и ту же галиматью. Разница, что с каждым разом поднимается градус вот этой ситуации. Вот в чем проблема. Если раньше об этом только говорили, то сегодня уже громят, растаскивают, стреляют и так далее. А, в принципе, смысл один и тот же. Все готовится к тому, что будут выборы. И никто сегодня не хочет другому дать возможность победить. Соля, последний короткий вопрос. В тебя ворвали ты дом, изнасиловали твою дочь. Ну, убили, не убили. И он убегает через дверь. Да. Не будешь стрелять ему в спину? Нет, это некорректный вопрос. Также некорректный. Объясню. Он убил твою дочь, например. Некорректный. Еще раз. И убегает. Еще раз. Некорректный вопрос. Почему? Конечно же, конечно же, буду, но... По закону ли это? Нет. Вот и все. По закону это называется линчевание. Поэтому я сказал, это некорректный вопрос. Если ты говоришь про то, могу ли, имею ли я право, я скажу, что нет, по закону не имею права. Но буду ли я, это уже другой разговор. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да, это я согласен. Наверное, это разница. Ну вот. Спасибо. Давай, счастливенько. Пока. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Да. Вы говорите, неполиткорректный вопрос. Человек сказал, это неполиткорректно. Так у вас же некорректно. Я не сказал, это неполиткорректно. Не, ну вы слушаете, я прошу прощения. Вы, наверное, сидите очень плотно, поэтому вам плохо слышно. Я сказал, что это некорректный вопрос. Разницу чувствуете, политкорректный или корректный? Я слышу, что все нормально. И потом еще у меня вопросик. Вот вы кратко сестра от Орландца. А вы даете, первый человек, женщине, почти полчаса она заняла на один вопрос. Вы давайте другим людям позвоните. А давайте я буду решать, кому я что буду давать. О, вот это вот самое правильное. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Толя, вы говорите о том, что нельзя стрелять в спину. Угу. Нет такого закона. Есть закон о том, что если жизнь офицера в опасности или жизнь окружающих в опасности, он имеет право стрелять. Согласен. Согласен. Если жизнь в опасности. Тизерган. Да. Это зависит от того, в каждом штате свой закон. Считать ли этот тизерган little weapon. Угу. То есть убийственный. Да. Или нет. Да. Если он считается убийственным, то он может ему стрелять в спину. Окей. А вы мне скажите такую вещь. А если он не убийственный, тогда этот закон должен... Окей. Тогда вопрос. А вы считаете, бейсбольная бита, это убийственный инструмент или нет? Я считаю, как я считаю, убийственный. Окей. Как считает штат, я не знаю. О, вот это другое разуме. Значит, я вам просто объясню общее положение. Почему? Потому что для этого существует суд. И поэтому суд... Я же не суд. Я вам просто говорю о законах, которые существуют. Но есть миллион разных обстоятельств. Смягчающих. Отягчающих. Поэтому общий закон состоит в одном. Если вам не угрожает, если не существует угрозы жизни, по крайней мере, так оно говорится, угроза жизни, вы не имеете права стрелять. Вот если, еще раз, я всегда привожу этот пример, он действительно очень толковый пример. Я не сам его придумал, но вы, когда идете сдавать на лайсенс, вот, на ношение оружия, есть такое, всегда пользуется пример. Вы слышите шорох у вас в доме. Вы берете пистолет, спускаетесь, выходите на площадку, лестничную, смотрите вниз и видите, как человек, неважно какого цвета, в маске, с вашим телевизором уходит, идет к двери. Вы понимаете, что вы в него не имеете права стрелять? Вот он уходит, он с вашим телевизором уходит к двери. И все говорят об одном, дайте ему уйти. Почему? Он уже уходит. Вот если он, увидя вас, бросает телевизор и начинает двигаться по направлению к вам, роясь там в кармане или за пояс, вот тут стреляйте. Потому что он идет по направлению к вам. Но если он уходит от вас, нельзя стрелять, вас осудят. Понимаете? Поэтому я говорю... Я вам встречный вопрос. Пожалуйста. Если человек нарушил закон и убегает, и стреляет в вас из Гана, то и вы гонитесь за ним и продолжаете стрелять. Вас осудят? Да. Нет. Осудят. Я объясню почему. Послушайте меня. То, что на вас подадут в суд, 200%. Признают ли вас виновным? Я не знаю. Опять же, объясню почему. Вы задаете... Вопрос, который вы задаете, он гипотетический. Я не знаю, почему. Он стрелял, убегая вас куда? Он стрелял по вам. Он стрелял в вашу сторону. Или он убегая... То есть, есть миллион разных ситуаций. Но то, что вас в первую очередь арестуют, как полицейского, и отстранят от работы до расследования, это я вам гарантирую 200%. А потом, когда будут проводить расследование, и когда разберутся, что произошло, когда произошло, как произошло, вот тогда будет приниматься решение призывать вас к криминальной ответственности или вернуть вам бляху и вернуть вас на работу, потому что вы сделали все по правилам. Но в первую очередь, как только произойдет такая ситуация, вас обязательно арестуют и отстранят от... Я говорю сейчас про полицейского. Если вы просто человек гражданский, вас арестуют. И будет разбирательство. Другой разговор. Смогут ли они вам предъявить обвинение и признают ли вас виновным? Это совсем другая, как говорится, сторона медали. Но изначально вас арестуют. Поэтому, ну, для этого существует... Поэтому есть такое понятие. Нельзя брать, как говорится, закон в свои руки. Все равно, как бы оно ни было, нужно действовать по закону. Или же быть готовым отвечать и нести наказание. Вот человек, который позвонил предыдущий, я имею в виду, ну, пару людей назад, он спросил, смогу ли я это сделать. Да, я смогу. Почему? Потому что да, я готов понести наказание. Если не дай бог, не дай бог такое произойдет, я готов понести наказание. Но я поступлю так, как я считаю нужно. Но, с другой стороны, если делать все по закону, то звонишь в 911 или в 911, вызываешь полицию, даешь объяснение, даешь бла-бла-бла, и дальше идет правосудие. Понимаете? Вот в этом большая разница. Могу ли я и готовлю я понести наказание? Ну, это уже другой разговор. И вы меня как-то спросили, буду ли я стрелять? Буду. А что мне остается делать? Я себя по-любому буду защищать. Поэтому, вот. Так что, Феликс, спасибо вам большое. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да. Дайте, пожалуйста, слово человеку по фамилии Анатолий Червец. Он хотел нам рассказать что-то интересное. Спасибо. Спасибо вам огромное. Добрый день, вы в эфире. Толик, привет. Я очень коротко там слышал, что кто-то хочет там черных в Апологров. Я когда-то был на Сауссайде Чикаго. Воспель, Мамсинай. Да. Тридцать лет назад. И мне один врач сказал, что там вокруг были когда-то самые только приличные еврейские районы. О, вот я об этом хотел рассказать. Да, и они оттуда сбежали, и вот посмотри, что там сейчас творится уже много-много лет. Да. Вот именно об этом я и хотел рассказать. И я это обязательно расскажу в следующий четверг. Просто сейчас не остается времени. Но в следующий четверг я с этого найду. Это ночной. Это очень интересно. Спасибо, Мишка, спасибо. Давай. Давай, счастливенько, пока. Итак, дорогие друзья, ну что, к сожалению, время подходит к концу. Мне нужно закругляться. Как всегда, огромное спасибо всем тем, которые позвонили. Спасибо огромное всем тем, которые толково, сознанием дела отстаивали свое мнение или же пытались выяснить те или иные вопросы. Это я всегда это приветствую. Единственное, что я не приветствую, это людей, которые даже не пытаются ни в чем разобраться, но обожают спорить. Итак, вам всем замечательных выходных. Будьте здоровы, берегите себя, получайте удовольствие от общения с семьей. И я думаю, что все у нас будет в порядке. Все будет хорошо. История об этом нам постоянно напоминает. Будьте здоровы.